Начнем обзор дорожно-транспортных происшествий с аварии в городе Салават. Во дворе дома номер 13 по улице Ленинградской 38-летний местный житель за рулем Пежо совершил наезд на школьника, переходившего дорогу. В результате аварии пятиклассник с травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД. Недалеко от Уфы, в районе поселка Черкасы, многотонный КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Комсомольская правда. Водителю грузовика пришлось вырулить вправо, машину вынесло в кювет и оторвало кабину. К счастью, пострадавших и погибших в аварии нет. По словам свидетелей ДТП, водитель КАМАЗа успел выпрыгнуть из салона. И снова большегрузы. Два грузовика столкнулись на трассе М5 недалеко от озера Кандрикуль. Фотографии, размещенные в сети, не дают полной картины произошедшего. Но можно предположить, что автомобили двигались навстречу друг другу, и удар был такой силы, что одного из них развернуло. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ГИБДД. 23 ноября в вечернее время суток на круговом движении возле центрального рынка произошло столкновение двух автомобилей. Двигаясь по улице Цюрюпо, легковой автомобиль со второй полосы начал поворачивать влево, в то время как другой продолжал путь прямо по третьей полосе. Детали аварии уточняются. По словам главного госавтоинспектора Республики Динара Гельмудинова, аварийность на дорогах ежегодно существенно снижается. Контроль за дорогой сотрудниками ГИБДД ведется круглосуточно. Только за сутки пресечено более 3000 нарушений правил дорожного движения. 60 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Напоминаем, что оценить ситуацию на дорогах в режиме онлайн вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru Субтитры создавал DimaTorzok